всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннингис 38 и сегодняшнее видео будет подготовлено специально для рыболовного интернет-магазина f магазин и будет посвящено приманочки от рыболовного бренда компании касадака в этом сезоне компания касадака представила довольно таки приличное количество воблеров которые являются новинками в их модельном ряде одной из таких новинок является приманочка под названием каната xs 160 f да ребята вы не ослышались это очень крупный воблер является копией или репликой приманочки от компании мегабас то есть каната 160 данный воблер очень оригинально и красиво выглядит то есть полностью внешне похож на своего японского прародителя так сказать и в принципе надеюсь игра у них будет тоже схожи кто не помнит у меня оригинальная приманочка в прошлом сезоне от компании мегабас тоже появилась я на нее половил но скажу честно мощности моей палки просто-напросто не хватало чтобы ее нормально анимировать к этому сезону я приобрел специализированные удилища для ловли именно вот такие приманками сейчас тема крупных приманок очень хорошо обсуждается и популяризируется в интернете ну и в принципе я тоже опыт ловли такими приманками имею поэтому думаю разловить в этом сезоне такие крупные воблеры у меня получится ну а сейчас давайте посмотрим насколько же хорошо насколько качественно выполнен данный воблер и что он из себя представляет данный воблер упакован вот в такую большую упаковку то есть она стандартная для приманок компании Косодака единственное отличие что она имеет довольно таки большую форму на упаковочке указано что данная приманочка произведена компании Косодака это каната xs размер 160 миллиметров вес 30,7 грамма глубина погружения и рабочей проводки от 0 до 1 метра данный воблер несмотря на свои большие габариты имеет плавающую версию именно исполнения и именно создан для ловли и щуки на небольших мелководных участках таких участков очень много на водохранилище именно для водохранилища я и приобрел данную модель воблера и оригинальную и в принципе вот эту реплику внешне упаковочка как всегда выполнена очень качественно и хорошо открываем упаковку то есть открывается она стандартно вот таким вот образом приманочка имеет очень интересную окрасочку мне такой цвет яркий очень принципе симпатизирует как я уже говорил хотя и натуральные расцветки я очень люблю но такие приманки в ярком салатов он цвете и вообще в цвете мотайгер они устойчивы к щучьим зубам у компании косодака должен сказать краска очень хорошо держится из опыта ловли приманками данного рыболовного бренда само по себе лакокрасочное покрытие очень красивое качественное тут никаких замечаний и претензий у меня нет потому как это уже в принципе все отработано компания работает не первый год на рыболовном рынке уже достигла очень хороших результатов и доверие среди рыболов на спинке указано что данная приманка это произведение компании косодака на брюшки воблеры указано что это каната xs 160f указан вес приманочки и ее рабочий горизонт проводки приманка выполнена внешне полностью схожа с оригиналом никаких отличий я вот внешне не вижу лопатка небольшая что в принципе и позволяет приманки идти на небольшой глубине необходимой для ловли крупной щуки на глубинах до трех метров несмотря на то что рабочий горизонт в метр но сам объем и размер приманочки конечно заставляет крупную щуку однозначно думаю заставит выйти и атаковать данную модель бомбляра передней части имеется петелька с заводным колечком колечки тоже хорошего и очень качественного исполнения у компании косодака крючки они имеют вот такой большой размер несмотря на то что приманка внешне кажется очень гигантской она имеет прогонистую форму тела благодаря этой форме тела приманка имеет небольшое сопротивление я в принципе в прошлом сезоне небольшими рывками и потяжками анимировал данный воблер то есть оригинальный именно воблер от компании мегабас поймать ничего не удалось но это связано с тем что рыба на мелководье уже просто в октябре не было она вся находилась на больших глубинах в этом сезоне на водохранилище этой приманки будет уделено и вот таким типом приманки приманок большого размера будет уделено довольно таки приличное количество времени лопасть небольшая небольшой угол наклона небольшая площадь и принципе сама по себе приманка даже на равномерке хорошо и размашисто играет мне чем-то вот играет этих воблеров вот такого именно канаты она напоминает игру и поведение приман рыбки под названием плотва или сорожка внешне в принципе воблер тоже сорогу чем-то напоминает то есть большое объемное тело и переходящая узко телу и рыбку в конце то есть миножка очень крупного размера крючки по своей структуре и размеру они большие проволока несмотря на это она довольно таки тонкая то есть при таком размере крючка жесткая то есть рассчитана как раз на трофейную рыбу сам по себе крючок он очень остренький то есть хорошо заточены и думаю должен позволить подсечь рыбу любого размера шумность воблера давайте посмотрим то есть она очень высокая для чего нужна шумность такая приманочки потому как на мелководье рыба не всегда видит приманку она ее чаще слышит выходит из травы и уже после этого атакует сам по себе воблер ок оснащен шумовой капсулы очень такой мощной шумность очень высокая эта шумность думаю позволит приманочки хорошо так сказать вызвать хорошую реакцию у рыбы и хорошо быть заметной на даже самых небольших глубинах система дальнего заброса в данной приманочки она присутствует то есть здесь магнит очень тяжелый груз вот слышно как он смещается хвостовую часть воблера и скатывается то есть это необходимо для того чтобы закинуть такую большую габаритную и тяжелую приманку против ветра так сказать на максимальное расстояние потому как на мелководьях рыба себя близко не подпускает и для этого нужен дальний заброс давайте сейчас посмотрим на сколько же совпадает вес приманочки заявленным весом производителя вес приманки четкие 30 целых 8 десятых грамма то есть производитель заявил 30 целых 7 десятых то есть здесь все четко и качественно вес приманочки полностью совпадает с весом заявлены производителем и в принципе с весом оригинальной приманки тут однозначный плюс и так сказать отличное качество производства воблеров насколько будет уловистый данный воблерок кому интересно обязательно подпишись на канал в этом сезоне как уже сказал на водохранилище у меня рыбалки запланированы довольно таки большое количество собираюсь провести вообще в целом рыбалок кому интересно заходите подписывайтесь буду всем очень рад ну и всем конечно же желаю в этом сезоне больших и крупных трофеев увидимся на водоемах